здравствуйте уважаемые подписчики и те кто еще не подписался на мой канал кому нравятся мои видео пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии кто согласен или не согласен с темой с моими советами о чем будет сегодняшнее видео я хотела бы коротко рассказать об общем содержание канареек от клетки и питания заболевания канареек приобрела я эту парочку только вчера купила их так комплект как они есть с клеткой кормушки все все так было как вы сейчас видите содержали их очень хорошо пока я везла их домой я заметила что они даже ручные поэтому я поняла что хозяйка прежняя которая их содержала на их очень любила и баловала потому что вчера в клетке было все было яблоко была зеленая травка и степия есть минеральная подкормка водичка корм простой канареечный сегодня я добавила немножко пророщенку потому что весна и им нужны витамины и почему еще я заметила вот сверху вы увидели самочка запрыгнула в гнездо она сегодня утром уже начала строить гнездо хотя приехали они только вчера вечером они у меня только еще переночек переночевали я скажу так не освоились но по-моему им так осваиваться много не надо они они очень доверчивые вот что мне не нравится вот в этом содержание в таком содержание птицы многие может быть будут со мной согласны это клетка потому что птица в первую очередь должна летать мы люди мы ходим нам достаточно ходить прыгать передвигаться если вы видите сейчас они прыгают жердочки на жердочку они практически не имеют возможности летать птица не летает сверху вниз этим я хочу сказать я совершенно против от высоких клеток от содержания птицы в высокой клетке она может быть высокая если она достаточно широкая чтобы они могли летать на данный момент я оставлю эту клетку почему потому что я вижу что птица готова к гнездованию и во время гнездования они практически не летают они пока самочка сидит на гнезде самец все время подкармливает ее в этом случае важно чтобы всегда был разнообразный корм как яичный корм зеленый пророщенко ну и естественно всегда водичка минеральная подкормка минеральную и витаминную подкормку я еще подмешиваю в яичный корм вот про корм я вроде бы рассказала все о самых распространенных болезнях канареек я расскажу вкратце пожалуйста слушайте внимательно потому что пару рецептов которые я скажу даже это всего один рецепт от многих заболеваний скорее всего профилактика тут пропорция должна быть правильной тогда спицы всегда и все будет хорошо так делаю я если вы другого мнения пожалуйста тогда и так не делайте я уже наверное сказала птицу я содержу три года у меня есть и волнистые попугайчики есть и амадины и астрильды первый год он был очень неприятный потому что я столкнулась со многими сюрпризами о которых я не знала например как птичьи вши потом частое заболевание у канареек это трахейный клещ чего у меня еще не было и надеюсь не будет я вовремя об этом уже прочитала и узнала это когда у птичек клещ на лапках они как бы выглядят как бы закалькованные вот клещик на лапках это у кого-то бывают проблемы у кого-то кто умеет это лечить это как бы не проблема проблема сама большая это трахейный клещ у меня он был всего однажды я скажу сразу честно канарейка не выжила она погибла потому что было уже поздно ее спасать она хрипела и задыхалась и уже медикаменты которые выписал нам врач ветеринар уже не помогли профилактика всех этих заболеваний это очень простая я вам пользуюсь этим уже три года в ванночку где купается птица я всегда добавляю на один стакан воды чайную ложечку уксуса как всегда так как с расчетом что птица пьет не только с поилочки она пьет также из ванночки поэтому не всегда раз в неделю по потребности естественно если я купила новую птицу у меня неделю целую неделю будет ванночка стоять с раствором уксусным водой вот а потом да я делаю это раз в неделю и уксус должен быть 5 процентный яблочный не перепутайте не 20 процентный и обязательно яблочный уксус bio не химический а bio натуральный яблочный уксус он полезен тем что в нем есть минералы плюс кислоты которые содержатся в уксусе они убивают всех этих клещей на лапках птичьих вшей он также бак антибактерицидный он убивает и других всяких микробов бактерий все что может навредить канарейкам не только канарейкам и другой птицы также сама у меня и у волнистых попугайчиков часто в купалках и даже по весне я их пропаиваю всех уксусным раствором запомните опять же не перепутайте яблочный уксус 5 процентный вот в поилку пропаиваю я для чего он также он не убивает паразитов в кишечнике он их как бы как сказать это парализует и в этом случае они не могут сопротивляться и они с испражнениями выходят отцу выходят из птицы и в таком случае клетку надо убирать чаще чтобы удалять всех этих паразитов которые выходят с испражнениями как я обещала видео будет кратким я старалась быстро рассказать обо всем что как содержится птица не знаю упустила ли я что-то если что-то непонятно или есть какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментариях я вам отвечу или тогда уже сниму новое видео на этом я заканчиваю и желаю всем всем подписчикам всем любителям птицы много интересных моментов с вашими любимчиками и до следующих встреч